Девочки, у нас так темнеет поздно, я думала, что там часа четыре, посмотрела, уже седьмой час, посмотрите, какая у нас на улице погода. Ну, холодно, наверное, потому что я в кофте еще поднесла на меня футболка, во всякий случай, потому что ветер сильный. Покажу вам цены, кто будет в интерсляции. Мне даже самой интересно стало запоминуть. Ветер сильный, аж ведро улетело. Вчера ветер был сильный, может сегодня не так. Мне еще белье вывесить надо. И мне пришло два комплекта постельного белья. Сейчас домой приду, я вам покажу. Ну, кто в инстаграме видел, в историях я выставляла там кусочек. Очень тяжело было, знаете, найти вот какой-то там, нет, есть там морские эти самые котики, какие-то, я не знаю, такое детский сад. А так в основном все в цветах. Вот. Покажу вам. На площадке есть, видите, пацаны играют, разогрелись в иголках. Сейчас лечки один отсвечивает. Длин, я замерзла, просто есть курточку застегивать. Здесь колышется трава. Классно сделали здесь лавочку, типа для туристов, да, когда закрыт шлагбаум, чтобы сидели. Холодно. Девочки, смотрите, что осталось в Колумбус. Стоило 3,99, сейчас угол 99. Яйца, смотрите, 4,56 стоит. Так. Белики, смотрите, раскупили большие, маленькие остались. Это все еще со сконтом. Смотрите, сегодня 100,49, 33% сконта, 99. Это самое. Ряйца есть. Живот втянули. Маски невозможно. Я брала на той неделе со сконтом. А, я вот это брала. Они были по рублю, по-моему. Вкусно. Я люблю даже так вот холодный раз и бросить. Тонну. Такое, сестре, высылала по 4 евро. 4 евро здесь. 800 грамм в баночке, 6 баночек. Две пачки я ей высылала. Так. Марина. Не надо. Ну, интересно. Значит, лук у нас 89 копеек. Красный лук. Где он, красный лук? Рубль 95. Картошка рубль 21. Вот этот рубль 75 лук. Большой. Так, 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 так. Коротый рубль 45. Зука вот это 89 килограмм. Цветная капуста рубль 95. Боже, что такое за это? Что-то, кто есть такую дыню, я не могу понять. Вот помидоры. Помидоры красные, рубль 85. Ну, все, значит, правильно, значит, я ошибаюсь. Просто, а, это килограмм. Мне выходит меньше, потому на рубль просто я не беру килограмм. Помидоры, да, девочки, рубль 85, как и у вас. Кабачки рубль 45. Рубль 75, огурцы. В общем, с помидорами, да. Так, ну что, я на класс, что я Саша взяла, то взяла. Так, Саша, здоровься с девочками. Так, девочки, я пришла, сейчас я вам покажу. Блин. Сейчас я вам покажу постельное белье, которое я пришла. Сейчас. Поздоровай, свечонка. Первый комплект я брала со скидкой, это Лаура Биржотти. Она, у нее постельное белье и лежит, да помрачение, скучное такое, ну как, для меня скучное. Серенькое, там, однотонно, скажем так. А остальные у нее идут, большинство, вот, все с цветами, вот, с такими вот. Точно такое же есть одеяло, покрывало. Лето, весна, лето. Я себе взяла одеяло, кстати, надо посмотреть, когда оно придет. Вот, можно было взять вот такое, вот, все в цветах, вот, таких вот. Ну, их было три в наличии, которые я брала, оно было одно, и оно было дешевле. Ну, дело покрывало. Сейчас я вам покажу, качество здесь, она хорошая. А здесь, кто здесь, девчонок видел, здесь, смотрите, вот на самой подушечке, на самой наволочке, видите, ее инициалы, ее есть, видите. И вот здесь, вот, вся постель прописана ее инициалами. Вот такая вот наволочка. Красиво смотрится, да? Завтра менять буду постель. Цветная. Я сама, знаете, и честно, я вам скажу, я сама подустала спать в цветах. Но другой фантазии я там не видела. Интересно, она просто не тоже ее инициалы, сейчас я посмотрю. Это верх, верх красивый будет, тоже с инициалами, если ее видите. Ну, а что, я на кровати валяюсь, прыгаю. Мне надо, чтобы постель была красивая. Потому что места нету, хоть постель снимать, постельная мелье, я не знаю. И второй комплект я взяла, это такая, галифе. Сейчас, я знаю, просто девочки, потом мне, я знаю, что многим не интересно, но некоторые меня, девчонки, спрашивают. Вот такое вот. Тоже итальянское. Это единственный, который я цвету, надо было, может, голубенькое взять. Потому что все в одном цвете. И взяла, ну, такое, камера, наверное, не передаст. Оно не светло. Оно светло, даже свет сейчас какой-то здесь. Оно такое, девчонки, немножко желтизной отдает. Ну, по крайней мере, тоже цветы, но там у них все в цветах. Такие наволочки огромные. Капец, она будет очень большая, эта наволочка. Вот такой вот, видите, расцветки, цветочки. Очень нежная и неброская. По крайней мере, от него не устаешь. Как от этих цветов. Я реально от цветов устаю. Я просто что взяла, потому что оно в скидках. И, естественно, что сразу не возьмешь, как я все время, и потом и не возьмешь. Постельная, не знаю даже, какое я завтра постелю из этих. Простыня, когда простынь идет вот такая вот, оно очень классно. Ну, красиво смотрится, что если кровать даже проветривается, в простыне смотрится хорошо. Все, Боже, я ничего не брала. Мне сейчас белье надо вывешивать. Подумаю, буду шуршать. Боже, все собрались, все собрались тут. Что ж вы собрались все? Я белье, девочки, вывешивать. Только сейчас я могу вывесить белье. Только сейчас время есть. Так, девчонки, ну что, белье я вывесила. Видите, вот так вот раскачаешься за целый день. Уже как-то рука меньше болит. Вам огромное спасибо за комментарии. Я вижу все комментарии на всех платформах. Огромнейшее спасибо. Я вижу ваши активны. Молодцы, поддерживаете, молодцы. Что я хотела? Я хотела... Я даже сама не знаю, что хотела. Мне надо с документами разбираться. Что-то я привезла этот самый. Нормал бы мне нужна была. Оставить. Груши все еще твердые. На улице погода ветрена. Ветер, ветер, девочки, ветер. Ветер с моря, дом. Ветер с моря, дом. У меня тут у меня еще столько звонков. А, нет, такая более-менее... Когда я ее брала? Перед Паской? Чтобы мягко... У меня мягко... Режется легко. Обычно такие прям долго... Иногда покупаю, долго лежат. Груши. Саша, будешь в Перу? Саша, фрукты вообще никак. Бумба. Так, это выкидывать, это надо выкидывать. Что я? Вожу постельное белье. И все. Нормально отнести шампунь, да, я девочке показывала. И Толяшка меня спрашивала. И Плендишин остался. У меня захватом. У меня есть еще там запасные бутылки шампуни, только красные. Девчонки, сочная, вкусная груша. Вкусно, хорошо идет. Я понимаю, что сейчас напишите там, что там сахар, но я же не сижу на плотной диете на какой-то. Надо будет спросить у Саши. Я не знаю, магазины если открылись или нет. Саша в школу ходила. Паримагически закрыты. Мне же надо платье в горошек сдать. Я хочу розовый костюмчик такой же взять. Там немножко штаны другие. Там штаны такие, знаете, колешон. Ну как. Чеснок. Голова не в том месте. Не в том месте, Лава. Девочки, что вы скажете, какую завтра постель? Может, где-то завтра постелить? Я так устала в светах спать. Бля, при таком освещении она прям кажется такая не белая, а бежевая. А при дневном освещении она прям желтая. Она желтизну отдает. Ну ничего, у меня никогда не было. Пусть лежит. Лива не просит. Красиво. Марина лежит в красивой постели. Ничего не знаю. Не принимаю комментарий по поводу того, что ой, она все скупает, что ей надо. Мне надо. У меня никогда такого не было. Никогда. Мне такого не было. Это печально. До такого возраста. А у вас было. Вот, потому что тот, кто пишет, у меня старше намного. У вас было, и вы тоже жили когда в Советском Союзе. Покупали, доставали эти стенки, хрусталист, купляли. И никто вам ничего не говорил. И все это в сервантах у многих стоит, и даже этим никто не пользуется. А я пользуюсь. Я покупала, я пользуюсь. Не, завтра, наверное, вот это вот в цветах. Пусть она в цветах лежит. Но одеяло, если придет, одеяло менять не буду. Да, это просто, видите, просто такая шикарная. Она на углах, естественно. И я люблю, когда вот простынь идет не белая там, а только там сверху простынь красивая. А когда вот она вся такая. Просто что, цветов их много, боже мой, их много. У меня глаз от них устает. Это я уже наговариваю сама на себя. А что, кто-то, кто-то, кто-то пишет, что ой, сколько она тратит там на какую-то мелочь. Вы вспомните себя, как вы хрусталь скупляли. Какие-то статуэтки, каких-то мишек олимпийских скупляли. Еще и с них пыль потом не вытирали. Так, это сюда. Это выбросить. Это пакеты хорошие. Это выбросить. Это пакет хороший. Наволочки сюда. Лауретта. На новой кровати Марина в новую жизнь будет идти с чистым бельем и с чистой солью. Лауру завтра постелю. Интересно, знаете, как она будет смотреться на кровати? Потому что вспомните, когда я брала тоже Лауру в квадратик. Потому что только по сконтам она была. И думала, боже, когда она пришла, думала, боже, как вообще, что это такое? Вообще не мое. А когда постелила, боже, она так классно смотрится, особенно на видосах. Камера так передает красиво. Все. Ты сюда, это сюда, это туда. Ничего не знаю. Костя, ложись мне заплетись. Ну, что тут лазить, я не понимаю? Что тут лазить? Так, это срочно выросли. Кладно, девчонки, все. Всем пока-пока. Что еще? Этот самый съесть. Грушку. Она прям такая вкусная. Апельсин выброс, потому что он вообще уже твердый стал. Не апельсин, а мандарин. Неудачные мандарины. Дыня еще есть. Так вот, тебя ждет, все разбираться. Все, девчонки, всем пока-пока, мальчики и мужчины, но по сарам. Красивая женщина Марина. Вот эту складку надо. Прикиньте, если я ее уберу, я буду одна из самых счастливых женщин на свете. Лианы надо лезть, поливать. Шторы эти надо снимать, потому что с них летит этот самый, не знаю, где пилочку положила. Штор летит, это непонятно, что шерсть написали сегодня, что это, я не знаю. Я махаю, она летит. Все, девчонки, всем пока-пока, всего хорошего, мальчики и мужчины. Увидимся с вами завтра. Хороший всем, хорошего дня. Побольше единомыслинников. Так, что здесь за беготня? Ну, по сарам, миру, миру это однозначно. Куколкин. Напишите за белье, почитаю, понравилось или нет. Субтитры сделал DimaTorzok